Великая степь Находятся останки Великого Хана, но никто не предполагал, что именно здесь похоронен последний хан Среднего Джуза. Это святое место. Наши деды и прадеды возили на лошадях, чтобы поклониться этому месту. Это хан Сиога называлось. А никто не знал, какой хан похоронен. Когда восстановили этот камень, надпись, то действительно убедились в том, что здесь лежит Валий хан, и его мать лежит здесь, его племянник лежит здесь, Султан Газа. Неожиданная находка на почитаемом степняками холме начисто перечеркнула все исторические справки. Во многих документах сказано, что старший и любимый сын Аблай хана обрел последний покой в рочи Сырымбета Иртавского района Североказахстанской области. Но нигде не указывалось, где именно похоронен последний хан Стипи. Исходя уже из находки местного жителя надгробной плиты, где там сказано, что здесь похоронен прах последнего хана, среднего Джуза Уалий хана, можно предположить, что все-таки Уалий хан был похоронен именно на этой сопке. Почему? Потому что здесь недалеко от этой сопки располагается гора Каракалпак. Есть предположение, что все-таки Каракалпак это была стоянка, это был аул матери супруги Аблай хана Сайман хан. И здесь не только можно, если посмотреть визуально, то здесь расположено несколько могил. Где-то уже, где-то можно предполагать, что где-то семь могил. Есть большая могила старожилы этого села, вот село, где недалеко расположено, село Казахстан. Уалий хан предполагает, что там похоронена сама супруга Аблай хана Сайман хан, дочь Каракалпакского бека Сагандыта Шуахпая. Уалий хан почти 40 лет правил огромной территории от Петропавловска до Балхаша. Он сумел сохранить ее целостность, защитить от внешних торжений, умело используя политику отца Аблай хана. Она строилась на дружбе и лавировании между Российской и Цинской империями. Долгое время в советской историографии, особенно в советской историографии, имена ханов, султанов, биев, батыров казахских не назывались. В самом деле в советское время даже в великом казахском хане Аблайе в истории было всего одно сакраментальное предложение. Он подписался под протекторат Российской империи. И все, больше Аблайе ничего не было. Вовсе, в Аблайе до 90-х годов, вовсе никаких сведений нельзя было найти в казахстанских исторических изданиях. У современных ученых еще предстоит дать оценку правлению Алихана. Его внук Шакану Алиханов называл деда слабым правителем. Однако, несмотря на это, он взял себе именно его фамилию. Может быть, поэтому появилась версия, что Алихан похоронен в урочи Саримбет, где находилась усадьба Айганым бабушки Шакана. Я часто со своим дедом езжу на Хангару. Там похоронен сын Аблайхана, Уалихан. Я хожу туда, чтобы лучше знать свою историю. Помимо этого, еще есть туристический проход, который называется «Стоянка Хана» и «Озеро Хана», который продолжением является до курорта Борового. Здесь скот пасется, вытаптывает деревья, могилы. Мы очень просим всех руководящих должностей, чтобы это место сохранить для потомков. Надгробная плита под слоем земли и грязи хранилась более ста лет. Несколько лет назад потомки туре здесь построили Мазар. Чтобы Хантау стало местом паломничества туристов, сюда необходимо проложить дорогу, говорят аксакалы, а также рассказать всем казахстанцам, что эти места хранят еще немало исторических тайн. Сауле Кусейнова, Анатолий Полян и Азатаитов, Акмолинская область. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова